Жертвенник Божий Ну, начать я хочу вот с чего. В последнее время я изучаю глубоко книжку «Исход», которая «Шмот». И в этой книге рассказывается, как Бог повелел Моисею сделать медный жертвенник. Медный жертвенник и поставить его перед скинией собрания. На этом жертвеннике должны были приноситься жертвы Господу. После того, как жертвенник был готов, его нужно было окропить со всех сторон кровью чистых животных. Ну, тельцов, агнцев и так далее. После этого жертвенник становился не только чистым, но и святым. И все, что соприкасалось с этим жертвенником, становилось святым. И даже сам этот жертвенник назывался «Святое святых». Как в Туре написано. До эпохи Моисея жертвенник делали из неотесанных камней. И на него возливали елей про образ святого духа. А в Новом Завете мы читаем такой интересный стих. Это пишет апостол Петр. 1 Петра 2.5 Мы сейчас живем в Новом Завете, и мы являемся тем самым жертвенником, тем самым святым святых, на котором должны приноситься духовные жертвы Богу. И если мы становимся этим жертвенником, то Бог называет нас «Священство святое». Святое священство – это высший чин, это священник всемогущего Бога, равный по значимости первосвященнику Израиля в его лучшие времена. Итак, апостол Петр передает нам повеление от Бога, называя нас «живыми камнями», то есть индивидуальными верующими личностями. Что это за повеление? Это повеление создавать, строить и созидать единый духовный дом, сообщность, церковь, общину, христианский коллектив или группу. Группу верующих единомышленников, наполненных святым духом, святостью и праведностью, и желающих приносить Богу духовные жертвы. В чем заключаются духовные жертвы? Прежде всего, это хвала, поклонение и прославление Богу. Это самая великая жертва Богу и самая благоприятная для Него. Давайте почитаем, что Слово Божье об этом говорит. О хвале, поклонении и благодарении Богу. Псалом 115, стих 8. Давид говорит. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Псалом 106, 22 стих. Да приносят Ему жертву хвалы и довозвещают о делах Его с пением. Иона 2, 10. Помните, был такой пророк Иона, которому Бог сказал идти в Неневию и проповедовать там, что если они не покаются... Это огромнейший был город. Для того, чтобы этот город от начала до конца пройти, трое суток надо было. И более того, это город был, который ненавидел не только Иона, но и все евреи, потому что они нападали... Это Ассирия была. Они нападали на Израиля, на израильтяны. В пленных забирали и так далее, убивали. И тут вдруг израильскому пророку Ионе Бог говорит, пойди в Неневию и говори им, чтобы покаялись, иначе я разрушу этот город. И он не хотел. И он убегал от Бога. Он совершенно в другую сторону пошел, уехал, сел на корабль и плыл вообще в другую сторону. Он думал, что Бог его не видит, что Бог не найдет его и так далее. Но Бог его нашел. И там страшная была буря, шторм. И они повыкидывали весь груз с корабля. И все стали молиться. И за кого это все происходит? И жребе выпал на Иону. И его спрашивают, что ты сделал? Он все им рассказал. И он говорит, знаете, я виноват, меня выкидывайте за борт. И его выкинули за борт. И сразу шторм утихомирился. А его проглотил кит. Огромный кит. И он попал в очерево этого кита. И находился там три дня и три ночи. И вот находясь там, он покаялся. Череве кита. И он стал славить Бога. И вот что он сказал Богу. Иона 2.10. А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполну у Господа спасение. То есть он на грани смерти уже находился и говорит, Господи, я славлю тебя, я прославляю тебя. И буду славить, пока я живу, я буду тебя прославлять. И Бог все это услышал, его покаяние услышал. И Бог приказал этому киту выплюнуть Иону на сушу. И он его выплюнул. И тот в целости и сохранности был. И он решил, что с Богом спорить не нужно. И он пошел в Неневию. И он ходил там и проповедовал. И он говорил, что если вы не покаетесь, Бог разрушит этот город. Они все покаялись. И царь покаялся. И они пост взяли. Они там не ели, ничего не пили. Они там постились. Даже, по-моему, там эти животные постились. В общем, и Бог услышал их покаяние. И Бог спас этот город. Этот город Бог не разрушил. Но потом прошло какое-то время. По-моему, два года или три прошло. И все-таки было землетрясение Неневии. Там очень много погибло. Они, видно, опять вернулись с своим грехом. Вот такая история с Ионой. И последнее место, которое я хочу вам прочитать, это послание к евреям апостола Павла. 13 глава, 15 стих. И Павел говорит здесь. Итак, будем через него... Через Иисуса. Непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Жертва хвалы. Обратите внимание, везде здесь говорится о жертве хвалы. Тебе принесу жертву хвалы, говорит Давид. Да принесет ему жертву хвалы, да возвещает о делах его спине. Иона. А я глазом хвалы принесу тебе жертву. И послание к евреям. Непрестанно, тут сказано, что через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст, прославляющих имя Его. Итак, мы видим, что в Израиле, какие были жертвы, да, когда был храм, когда Скиния была вот на этом жертвеннике, приносили, жертвы приносили два раза в день Богу, утром и вечером, на вот этом мирном жертвеннике. И если сделать параллели, что мы, это мирный жертвенник, святое святых, окропленное кровью Иисуса Христа, то мы должны приносить Богу жертвы хвалы минимум два раза в день. Мы можем читать псалмы, мы можем своими словами, мы можем петь, мы можем ставить песни про славление и вместе с этими песнями поклоняться Богу, прославлять Его, хвалить и славить. Вот. И так минимум два раза в день. Но если вспомнить историю Иерусалимского храма, то там левиты-певцы, у которых было 400 человек, они прославляли и восхваляли Бога круглосуточно. Исходя из этого, наши сердца должны принадлежать Богу круглосуточно. Что происходило, когда левиты постоянно восхваляли Бога? Что происходит, когда вы прославляете Бога? Бог приходит на это место. Его сила и слава приходят на это место. Его мудрость и любовь приходят на это место. Его мир и радость приходят на это место. Его исцеление и освобождение приходят на это место. Его преуспевание и святость приходят на это место. Все Божьи благословения приходят на это место Восполняются все нужды на этом месте Начните становиться Божьим жертвенником И вы увидите прекрасные изменения в своей жизни Аминь Благословляю вас всех Благословляю вас всех